вот саша еще не отдышался у нас есть второй стержень я как и обещал на 210 килограмм вот он прямой мы сделали его на 150 откусили 3 сантиметра вот лежит недодавленный на 210 9 сантиметров между ножками мы обещаем показать видео где мы его сложим значит вот мы сейчас берем сейчас саша камеру отдам и я сейчас произведу калибровку саша будет снимать все в поле зрения вот он на 210 210 загоняем его на калибратор посмотрим что сейчас он будет давать погрешность это неизбежно потому что длина уже такая скажем корявая для калибратора но это погрешность на таких величинах на таких килограммах она незначительна я по этому поводу консультировался в общем-то с людьми ну скажем с докторами наук своих специальностях различных и с физиком и с математиком было сказано что да надо рычаги другие нужен механизм немножечко другой в плане вот он 210 сейчас я его подогну но в принципе все равно мы получим какую-то верную отсечку достаточно верно для понимания потому что и человек ломает в принципе так как не создать этот механизм он ломает по большой достаточно дуге мы тянем посередине я вот его обжимая сейчас очень сильно в зажимах потому что наверняка усилия будет очень тяжелое очень большое и все увидите подтягиваю все разъемы ну вот в общем то готов для испытания то что только что 10 минутами до этого саша пытался сложить но это был третий стержень поднимаем калибратор сам разрывной механизм смотрим центр смотрим включаем его он в автоматическом режиме стоит начинаем нагружать все килограммы пошли 90 100 106 так как он с тяжелый он будет сейчас очень быстро набирать килограммы даже если я буду не сильно поддавать пока видите все прямое вот только на 220 килограммах легкая деформация на 220 259 270 290 293 я остановлюсь на 300 килограммах дам успокоиться вы видите какая легкая деформация сейчас 289 и 3 289 и 3 ну лекала смысла подставлять нет здесь наверно 5 градусов может 10 снимаем и вывожу я его в пределы замера то есть динамомент работа 315 килограмм все он дает уже ошибку сейчас посмотрим что мы сможем 305 и 2 попробуем еще подтянуть то есть мы его еще подгрузим опять защиту уйдет 308 и 8 я вам покажу что я его выведу в принципе на критичную точку 311 310 и 8 еще раз снимаю опять подгружаю в принципе я работаю сейчас на износ электроники потому что она постоянно выдает ошибку все она запищала 316 с половиной килограмм я больше насиловать не буду прошу прощения за такие слова механизмы так все стоит на износе вы видите градусы сейчас я покладу вам здесь очень-очень далеко до 30 градусов смотрите за самим стержнем я снимаю его с нагрузки то что ломал саша вы понимаете о чем речь 316 и 5 все больше я не могу тут сейчас увидите сколько это всего градусов на какой ломан выходил теперь думаете сами сейчас я покрыла покладу на транспортир и там у него осталось на третий стержень был подряд осталось всего 9 сантиметров между ножками я я разбираю триста шестнадцать с половиной килограмм имеет двухсот десяти килограммовый обрезанный обрезанный тремя сантиметрами стержень железного хвата меня держим в поле вот я его сюда покладу его держим в поле вы понимаете что тут лом был какой-то вообще необыкновенный какой вес был на разрушение идем вместе со мной ну саша наводим ровно 20 градусов значит чтобы вывести его на 30 градусов ну наверно где-то килограмм 330 потребуется под 330 килограмм ее большой респект и уважение к этому человеку что он так все сломал стержень а мой у нас как ушел да это второй вот они 22 на 210 100 градусов 100 100 градусов 9 сантиметров вот два вот замеренный вот ломал саша и в принципе он его дожмет просто сейчас не хватило сил на третьем стержне всем удачи пока здоровья но вы понимаете респект уважение к этому богатырю нашему всем спасибо до свидания до свидания